С чего все началось? В середине октября российские ученые заявили, что загрязнение у Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка привело к массовой гибели морских обитателей. Однако местные жители забили тревогу еще в конце сентября. Серфингисты, которые часто тренируются в районе Халактырского пляжа, на котором и произошла экологическая катастрофа, почувствовали сжение в глазах от воды. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов официально подтвердил, что серфингисты после купания в воде получили травмы роговицы. Неравнодушные жители обратили внимание властей на то, что множество морских обитателей, включая тюлени, осьминогов и морских ижей, погибло, их обнаружили выброшенными на берег. Этот инцидент, последовавший за крупной утечкой нефти в Сибири, вызвал широкомасштабное расследование. Позже межрайонная природоохранная прокуратура по Камчатскому краю объявила масштабную проверку по факту загрязнения акватории полуострова. Источник загрязнения не был установлен долгое время. Стоит отметить, что Халакторский пляж – не только главная локация для профессиональных серфингистов, но и популярный туристический объект Камчатки. Специалисты Greenpeace взяли пробы воды, и по результатам проверки выяснилось, что превышение допустимого уровня нефтепродуктов в регионе было превышено в 4 раза. Также уровень фенолов в воде был в 2,5 раза выше нормы. Такие данные согласовались с состоянием экологической катастрофы в регионе. Greenpeace в России немедленно обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения, оценки масштаба и срочного устранения последствий крупного экологического загрязнения. Проблема, которая привлекла внимание во всем мире, требовала срочного и тщательного расследования. Российские официальные лица начали активную деятельность по прямому указанию президента Владимира Путина. Ранее, в июне, Путин публично упрекнул чиновников в уклончивости и медлительности в действиях в связи с утечкой тысяч тонн дизельного топлива в почву и водные пути в Арктической Сибири. Ход расследования группа водолазов из Государственного природного заповедника обнаружила массовую гибель морских обитателей на глубине от 5 до 10 метров, заявил тогда Иван Усатов из Кроноцкого заповедника, добавив, что 95% животных погибли. Осталось несколько крупных рыб, креветок и крабов, но очень мало, сказал ученый на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. В заявлении WWF России утверждалось, что загрязнителем является не нефть, как подозревал Greenpeace, а высокотоксичное прозрачное вещество, хорошо растворимое в воде. Отметим, что Камчатка, известная своими живописными пейзажами и живыми вулканами, изобилует дикой природой, включая бурых медведей. Полуостров Малонаселены насчитывает чуть более 300 тысяч жителей. Ученые работали над обнаружением источника загрязнения несколько дней, исследуя теории, в том числе естественный эффект от микроскопических морских водорослей. Однако упор делался в основном на потенциальные антропогенные причины загрязнения. Два очевидных источника загрязнения специалисты взяли пробы воды и почвы на участке вблизи Козельска, который с советских времен использовался для хранения ядовитых веществ глубоко в земле. Так, в ходе расследования возникли опасения, что в воду могли попасть ядовитые вещества из подземных хранилищ. Самый очевидный ответ, где мог быть источник загрязнения, это Козельский химический полигон, заявил Солодов после того, как прокуроры, инспекторы природных ресурсов и следователи по уголовным делам посетили место и проверили почву и воду из близлежащей к району реки. У площадки, на которой в 1979 году хранили химикаты, сегодня нет законного владельца. Во всяком случае, известного. Ранее губернатор пообещал в Инстаграм провести прозрачное расследование и уволить любого чиновника, скрывающего масштабы загрязнения. Он заявил, что два военных полигонах, Радыгина и Козельский, будут проверены, сославшись на «желтую пленку», которая была замечена на поверхности воды в местной реке. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.